ребята всем привет у нас суббота мы выехали в центр купить каких-нибудь весенних вещей потому как у нас вообще ничего нет я вот его жилетку сразу и отдела потому что мне нереально жарко в зимней куртке вот нас это за зимней куртки мы еще не выбрали не знаем тоже до либо курточку либо жилетку пока я не выбрал даже плохой а то что хорош это очень дорого стоит вот эту жилетку я взяла по скидке за 26 евро стоила она 40 просто реально уже ходить невозможно нереально жарко мы очень просто ходим вот в зимних куртках вытащить просто до дождь у нас сейчас мы уже купили там еще кое-что сейчас мы походим и обязательно включимся мы наконец-то дома еле добрались опять был ливень автобус на выходных не все ходят мы об этом не знали стояли под дождем потом пока пошли на другую остановку пока там дождались ехали сюда 20 остановок этом у нас обычно за 4 можно на том автобусе которые обычно ходят выходной день он там определенное время до 5 ходит короче пакеты все мокрые все мог ну сейчас покажем что мы купили первая вещь такой вот свитерок с мастером покажет просто отгадайте сколько он стоит никогда не отгадаете 5 евро стоил 18 конечно он некачественный никакой за 5 евро это я себе взяла в этом магазине вот я не знаю прочитать ну довольно таки популярный насколько я понимаю в германии такая вот адидасовская мастерка вот идем дальше это тоже я взяла себе 11 евро такой вот стоит топик такие пакетики конечно надо это магазин zara курток не было вообще нигде тела просто обычную курточку любила поэтому решила уже взять такую мы решили что мы будем брать вещи а не проедать особе поэтому настя зала такую вот прикольную кожу короткая правда у нас и нравится вот такие вот штаны тоже в зале скидки стоят они стоили 30 стой пусть макс нормальные но что не нужно насти понравилось платья на себе зала на лето да так дальше купила себе кроссовочки ну да мне же подарили на день рождения здесь гости я взялась и кроссовка у нас там выбрала себе такой цвет я и говорила возьми серый серый как бы универсальный подо все подойдет а это как бы не под все но они конечно симпатичные фирма андер армаур это хорошая фирма мне нравится эта фирма очень по скидки взял и такой вот 12 евро тоже в этом же магазине он так может не смотрится когда денешься но и хорошо и качество надолго будет нормально так называется напишите ребята как все называется в общем ребята такие вот у нас по ну я жилетку взяла его показывала в начале видео 26 евро такие вот покупки продукты там тоже на 23 евро там взяли такое свинину взяли и и помидоры в общем ничего такого нет даже не будем показывать что такое просто смотрю кто делает страна производит индонезия эти найковские кстати вьетнам пишите ребята как вам наши покупки наконец-то мы хоть что-нибудь себе купили надо просто меньше тратить деньги на продукты и так ребята еще хотела вам рассказать ситуацию которая сегодня мы его так столкнулись короче ехали в автобус центр и ехали мы купили уже билет слава богу на была проверка зашел контролер всех проверял билеты социал билет вот проверим у нас все хорошо и перед нами была девушка ребята всегда берем билет да это просто без вариантов потому что мы насмотрелись в польше как наши зарубитчане очень часто хотели проезжать сам их сколько ловили это вообще настолько неприятное зрелище и я краснула для когда мне такое видела я реально краснела за ним я не понимал как вот как можно не взять билет больше потом потратите на сам на штраф покупать надо билеты всегда да так вот и перед этим контролер спич подошел к этой девушке и попросил лишь показать билет она горит найн она начала с ним говорить на немецком языке было слышно и что понятно что она хочет выкрутиться потому что понимаешь какая-то ситуация и вот она без билета что-то на ему на немецком сказала и в итоге видишь знает немецкий даже не факт что украинка даже да то это была русская немка так как я поняла потому что шпрехова нормально так как мы как бы не не конкретно говорим что это тогда это и от себя полагаю я тебя предполагаю так вот после этого он выписал ей конечно же штраф как я понимаю на 60 евро выписывал стел и и потом когда он ушел мы сразу но мы не знаем насколько на 60 это просто мы где-то читали когда-то статок вы еще какой-то человек не знаю как сейчас это поэтому и потом когда контролер ушел она закричала не то что закричала она такая блять и понятно ну короче расстроена понятно что может там день и последние не последние но неприятная ситуация поэтому три евро на завершивание чем не есть не красней те 60 не 60 может даже сейчас больше я не знаю сколько там штраф стоит можно купить какую-то вещь то и вообще куда-то съездить погулять и так дальше внутри евро зажалеть лишь бы как-то зайцем проскочить ну такое себя так что вот такие дела ребята берегите себя будьте обережны еще мы сегодня после этого видео запишем мы сейчас немного придем себя потому что мы самовытратом ходим настроение такое знаете опять никакой и мы заснимем видео по поводу одной женщины которая просто несет такую чушь не передать словами я думаю что ее уже многие видели она попадается в рекомендации просто постоянно в ютубе если она мне не попалась я бы в жизни это не посмотрела ну я думаю что мы расскажем свое мнение вообще об этом будет интересно почитаем кстати говоря комментарии на ее странице так ребята так позже видео выйдет так что это видео выйдет сейчас чуть чуть позже напишите комментарии как вам наши вещи и как вы думаете какие цены на все эти вещи и расскажите как дорого вы вообще скупляетесь что вы покупаете сколько нужно денег хотя бы уже приблизить и какую-то вещь напишите пожалуйста поставьте лайк поставьте лайк всем до встречи пока